Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Ответные поединки третьего круга Кубка Мира, который в эти дни проходит в Сочи, подарил нам несколько неожиданных и даже сенсационных результатов. Сегодня речь пойдёт о нашумевшей партии одного из лучших шахматистов нашего времени, американца Фабиана Каруаны и гроссмейстера из Казахстана Рината Джумабаева. Стоит напомнить, что в первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья. Ринат Джумабаев, продемонстрировав плотную игру в эншпиле, не дал развернуться американскому шахматисту. И вот во второй партии Фабиана Каруана, играя белыми, решил взять БК за рога. С4, Е6, конь С3, Д5. Д4, конь Ф6, размен на Д5. В итоге мы с вами получили Карлсбадский вариант ферзевого гамбита. После слон Ж5, С6, ферзь С2, сразу занимая диагональ Б1, Х7, слон Е7, Е3, конь БД7, слон Д3. В этой позиции чёрные чаще всего делают короткую рокировку, но Джумабаев решил сразу разменять чернопольных слонов и сделал ход конь Х5. Каруана забрал на Е7, ферзь бьёт Е7 и сыграл конь ЖЕ2. После Ж6, короткие рокировки с обеих сторон, ладья А, Е1. Белые готовят так называемый план ботвинника, продвинуть пешку на Ф3 и далее на Е4, но предварительно нужно убрать коня с Е2, чтобы после хода Ф3 пешка Е3 не оказалась под боем. После конь Д, Ф6, белые играют конь С1. Это отнюдь не новинка. Например, во Львове в 2014 году в партии двух украинских гроссмейстеров Павла Ильянова и Александра Зубова получилась точно такая же позиция. После конь Ж7 последовала Ф3 на С5, размен на этом поле и конь Б3. Эта партия является отличным примером, который демонстрирует, каким образом белые распоряжаются своим конем, находящимся на поле С1. После ферзь Б6 следует конь Д4. В дальнейшей борьбе против изолятора Павел Ильянов достиг успеха и победил в глубоком эншпиле. Но в нашей партии Джумабаев выводит слона на Е6, каруана играет Ф3, Б6, готовят С5. Белые играют ферзь Ф2, уводя ферзя с опасной вертикали С, С5, ферзь Х4, ферзь Д8. Ж4 играет каруана. Этот ход пешкой демонстрирует агрессивные намерения каруаны и его желание сразу же решить исход партии в свою пользу, не доводя дело до тайбрейка. Конь Ж7 играет Джумабаев. Конь 1, Е2, укрепляет центральную пешку Д4. Ладья Б8. У черных довольно ясный план на движение пешек на ферзьевом фланге. А4 играет рейтинг фаворит этой пары. Джумабаев ставит пешку на С4, нападая на слона. И после его отхода играет А6, планируя продвижение пешки на Б5. Каруана же играет на королевском фланге, выводя коня на Ф4. После Б5 размен на этом поле. И далее угроза Б4. Поэтому каруана сам двигает пешку на это поле, тормозя коневую пешку черных. И в случае отказа от взятия на проходе, создавая давление на пешку Б5. Поэтому казахстанский шахматист разменивается, забирая на Б3. После слон бьет Б3, Б4, конь СЕ2 и слон С8. Хороший перевод слона на перспективную диагональ Ф1, А6. В этом положении белые могли сразу побороться за открытую линию, сыграв ладья А1 и препятствуя вышеуказанному ходу. Но каруана ставит коня на Ж3. После нападения на ладью, более осмотрительным ходом было простое ладья Ф2. Но каруана вновь играет сверхагрессивно и ставит пешку на Ж5, нападая на коня. Джумабаев забирает ладью слоном. Создалась одна из критических позиций этой партии. В этом положении у белых довольно непростой выбор. Взятие на Ф1, либо на Ф6. Современная компьютерная техника подсказывает, что лучше все-таки было забрать коня. Хотя при лучшей защите со стороны черных это не давало белым решающего перевеса. Но вариант очень интересный. Поэтому, конечно, пройти мимо него мы не можем. В этой позиции ход КЕ8 приводил сразу к большому перевесу белых. Так как нападение на пешку Ф6, каруана парировал бы простым конь бьет Д5 с угрозой конь Е7. После слон Б5, шах, король Х8, конь Е4, далее угроза конь Ж5 и атака белых быстро становится неотразимой. Поэтому после ЖФ единственно верным решением является слон С4. Белые играют Ф6 с угрозой мата. Конь Е8, взятие на С4, ДЦ и очень сильный ход конь Ф5 с угрозой конь Е7. Поэтому нужно брать коня и король Х1. Белые вдохновенно ведут атаку, имея ладьё и меньше. После взятия на Ф6 ладья Ж1 лучшим решением является не Ферзь Ж7, а Ферзь Ж6, отдавая Ферзя за коня. Дело в том, что забирая конем сильнейшую фигуру соперника, белые отдают своему оппоненту время на надвижение пешек на Ферзьевом фланге. Это лучший вариант за обе стороны. После взятия на Ж6, Х4, Б3, Х5 ладья Б7. После размена ладья Б6, перекрылись ладья Б6. Размен на этом поле ладья А8. В этой динамичной позиции шансы соперников примерно равны. Но наша партия пошла по другому пути, потому что Кориуана не стал ввязываться в эти осложнения. И решил просто отдать качество, сыграв ладья Б1, надеясь, что в дальнейшей борьбе он сумеет создать мощные угрозы черному королю. Джумабаев, конечно же, отошел атакованным конем. Конь бьет Д5, сыграл Коруана. И ладья Б5, нападая на коня белых. Ферзь Е4 защита. При этом Коруана отдает важную пешку Ж5. Но бросает вперед слоновую пешку, нападая на Ферзя. Тот отошел обратно. Ф5. И вот в этой позиции Джумабаеву следовало пойти конь Д6. Таким образом, он ставил под большое сомнение дальнейшие шансы белых в атаке на черного короля. После отхода атакованного Ферзя, черный забирают на Ф5. Взяли, бьем пешкой. Король Х1 с угрозой ладья Ж1. Но Король Х8 на ладья Ж1. Просто ладья Ж8. У белых по-прежнему не хватает качества. Шансов на успешную атаку здесь уже почти нет. Формально позиция для черных выиграна, благодаря материальному перевесу. Но после хода Ф5 Джумабаев несколько стушевался и решил подменять фигуры, сыграв конь Ф6. Пошел на довольно простой и очевидный вариант. Коруана забирает на Ф6 шахом. Ферзь бьет Ф6. Бьет на Ж6. Вскрытое нападение на Ферзя. И после Ферзь бьет Ж6. Слон бьет Ф7. Мощный удар. Возможно, находившийся в цейтноте Джумабаев просмотрел этот довольно простой ход. Дело в том, что брать слона ладьей нельзя. По причине Ферзь А8. И черные в конце концов получают мат по восьмой линии. Поэтому пришлось брать Ферзьем. Взятие на Ф7. Ладья бьет Ф7. Ферзь Д3. Нападая на ладью. Та отходит, связывая коня. Контроль еще не пройден. Позиция по-прежнему очень острая. Две черные ладьи противостоят белому Ферзю. Король Ж2 играет Каруана. Конь Ф5. И после Е4 шаг коня Ш4. Белый король отходит на край доски. Конь Ж6. Интересная ситуация. Соперники уже прошли контроль. Но Каруана своим 41 ходом допускает очень серьезную ошибку. Находясь под угрозой вилки. Он неосторожно отходит Ферзем на С4. Хотя лучшим ходом было Ферзь Д2. В этом случае у Джумабаева не было перевеса. После Конь Ф4 шаг. Король Х4. Х4. Защищая ладью. Конь Ф5. Перекрывая вертикаль. С угрозой взятия на Ф4. А также вилки на Х6. Поэтому Конь Ж2. Король Х3. Защищаем пешку королем. Теряем на Б4. Но форсируем за черных вечный шаг. Конь Ф4. Король Х4. Конь Ж2. И это ничья. Но вместо того, чтобы сыграть Ферзь Д2. И удовлетвориться ничейным результатом. В итоге переводя поединок на тайбрейк. Каруана сделал ход Ферзь С4. Защитившись от вилки. Связав ладью Ф7. Напав при этом на пешку Б4. И желая отскочить королем на поле Ж2. Но в этой позиции черные не стали делать шаг Конь Ф4. А пошли Х5. Сильнейший ход, который, видимо, Каруана недооценил. Дело в том, что таким образом Джумабаев угрожает простым матом в два хода. Если забрать на Б4, то дается шаг и вот такой симпатичный мат королю белых. Который находится на краю доски. Поэтому Король Ж2 пришлось играть Каруане, по сути расставаясь со своим конем. Х4 сыграл Джумабаев. Если в этой позиции забрать на Б4, то следует вот такая очень интересная атака. Конь Ф4. Отходить на линию Ф плохо. Ввиду отскока коня на Д5, либо Д3 с выигрышем ферзя. Поэтому остается Король Ж1. Шаг. Связан конь. Поэтому отходим. Забираем, забираем. Ладья Ж3. И вот такой симпатичный линейный мат. Поэтому Каруана, потеряв нить борьбы, отходит обратно на Х3. Теряет при этом коня и король Ж7. Джумабаев развязывает свою ладью. При этом после взятия на Б4 играет ладья Ф3, нападая на пешку Ж3. В получившейся ситуации ферзь и три пешки борются против двух ладей и коня. Формально это материальное равенство. Но, конечно же, главным фактором является очень плохое положение Короля Белых, который вот-вот получит мат. В то же время, Черный Король надежно защищен своими фигурами. Отличная демонстрация известной поговорки «Один в поле не воин». Ферзь, единственная активная белая фигура, ничего не может сделать против многочисленной армии соперника. Ферзь Б7 играет Каруана. Король Х6. Ферзь Б8. Защищая пешку Ж3. Но ладья Е3, нападая на пешку Е4. Конечно, если ее двинуть вперед, то перекрывается диагональ Х2, Б8. И черная форсированно ставит мат. Посмотрим, как это происходит. После взятия ладьей с поля Е3, Король Х2, еще один шаг. Далее ладья Ж1. Вторая ладья идет на Ж2. Подключается конь. Но здесь мат на любой вкус. Ладья Х2, ладья Х1, либо ладья Ж4. Поэтому белые сыграли Д5. Каруане, конечно, очень не хочется проигрывать эту партию и прощаться с Кубком Мира. Ладья бьет Е4. Д6. Ладья Д4. Ферзь Б2. Нападая на ладью. Но при этом отдавая еще одну пешку. Ферзь С3. Ладья ДД5. Ферзь Е3. Ладья А5. Черные перегруппировывают свои фигуры для того, чтобы нанести решающий удар по позиции соперника. Король Ж2 играет Каруана. Ладья А, Е5. Ферзь Д4. Ладья Д5. Ферзь Е3. И точный ход ладья Д3. Конечно, в случае взятия ладьи последует вилка Конь Ф4. Но наиболее упорным решением было Ферзь С1. И после ладья ДЖ3. Король Ф2. Очень интересная борьба. Трех черных фигур против Ферзя. Конечно, материальное преимущество на стороне черных. Выиграть здесь можно разными способами. Например, ладья А3. Ферзь С6. Ладья А2. Король Е3. Ладья Ж3. Король Д4. Короля черные выгоняют в центр. Далее просто растягивают оборону соперника. Шахи на Е1. В случае чего можно отскочить и конем. При этом нужно быть аккуратным, чтобы не нарваться на вскрытый шах. Эта позиция для черных уже выиграна. Но вместо того, чтобы сыграть Ферзь С1. Коруана отошел на Е1. И значительно упростил своему сопернику достижение победы. Джумабаев сыграл Конь Ф4. Король Е2. Забрал последнюю пешку соперника. Ферзь отскочил на Е4. Ладья Ж2. И в этой позиции Коруана наконец признал свое поражение. Выбор у него небольшой. Сразу забрать на Ж2, отдавая Ферзя. Либо отойти на Ф1. И после ладья Д1 также перекрыться Ферзем. Оставаясь без сильнейшей фигуры. Вот такая очень интересная боевая партия с сенсационным результатом. Коруана вел эту важную партию в сверхагрессивной манере. Сжигая за собой все мосты. Джумабаев же старался делать меньше ошибок, чем его именитый оппонент. И преуспел в этом. Его мощный ход крайней пешкой на H5 дал возможность выиграть коня. И в конце концов реализовать материальный перевес. Таким образом, один из фаворитов этого Кубка мира, американец Фабиана Каруана, покидает соревнования. А казахстанский шахматист Ренат Джумабаев идет дальше. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. По мере возможностей своих сил, пытаюсь рассматривать наиболее интересные партии Кубка мира. При этом, не обходя, конечно, вниманием и чемпиона мира Магнуса Калсена. Большое спасибо за ваше внимание. До свидания. Продолжение следует...